Приветствую вас. Прежде всего надо сказать, что очень важно не позволять чувству стыда, которые обычно бывают у людей, отстранить вас от окружения, от друзей, от близких, от родных. Очень важно, чтобы вы не следили того, что произошло, потому что, если произойти это, может, в общем-то, скажем, вот, я понимаю, что вам, скорее всего, от этого не легче, так как я говорю, но, как бы, чувствуется стыда, оно возникает. Второе, что, наверное, возникает, это, как правило, это чувство испортит. То есть, такое вот состояние, что, ну, что меня осквернили. Да, что я когда-то не такая стал, хочется отмыться грязь и так далее. Вот. Это тоже очень сильно портит кровь. Хотя, это, ну, в общем и целом, совершенно не относится к делу, да, то, что, как бы, ни о какой грязи речи не идет здесь. Это, опять же, что-то такое, достаточно субъективное. Вот. Дальше, если речь идет о восстановлении, именно, именно о восстановлении, ну, я полагаю, что, что-то вы, значит, потеряли для, ну, для себя, вот, что-то вы потеряли. И, если нужно восстанавливаться, значит, где-то вы, ну, как бы, отступили, да, сделаны шаги назад. Например, нужно определить те повреждения, которые вы получили. Потому что, ну, понятно, что каждый человек, он абсолютно по-разному реагирует на такие вещи. И очень важно, чтобы, вот, вы увидели, что изменилось у вас. Чтобы вы стали о себе думать, как вы стали воспринимать, какую травму вы получили, какие, какие отношения разрушились, причинно-следственные связи и так далее. То есть, все вот это вот нужно рассмотреть, чтобы было понятнее, над чем работать. Вот. Дальше, значит, если мы говорим здесь о том, как восстановиться, то необходимо также обозначить следующий вектор. Это вектор неслучайности того, что произошло. То есть, я не говорю, что вы виноваты в том, что случилось. Вы не виноваты. Но определенные события в жизни привели вас к тому, что произошло. Эта позиция называется жертва. Или, и, соответственно, поведение жертвы изучает виктемологию. Вот. Можно сами этот вопрос изучить. Жертва не виновата в том, что с ней происходят какие-то вещи, насилие там и так далее. Жертва в этом виновата в том смысле, что она этого не хочет. Но она оказывается раз за разом в этих самых ситуациях. И вот важно понять, как вы оказались в этой ситуации. Важно понять, как вы оказались в той ситуации, в которой вы оказались. Как так вышло, что вы стали жертвой, как так вышло, что насильник увидел в вас эту самую жертву. Почувствовал в вас жертву. И, соответственно, проявил себя как насильник. Вот. Понимаете? Это тоже очень важный вопрос. То есть именно то, что подобное произошло не случайно. Именно то, что подобное происходит не с каждым, да, не с каждым человеком. А подобное происходит только с определенными людьми. Потому что, ну, допустим, допустим, тот же насильник, он далеко не во всех видит жертв, да. И он чувствует, как наподобие охотника, он чувствует, когда ему могут дать отпор. Вот он это чувствует, он это знает, и, соответственно, ну, как правило, он не проявляет себя теми, от кого он ждет вот такую вот внутреннюю силу. Вот. Это означает, что вы, скорее всего, были, ну, в определенной степени потерями на момент. На момент, когда столкнулись с насильником. Вот. Вы были потеряны, вы были дезориентированы, вы были уязвимы. И вот то, что с вами произошло дальше, это лишь следствие вот этого вашего состояния, которое нужно исследовать. И важно обеспечить вам защиту от этого состояния, да. То есть, не относительно, это лишь следствие обеспечить своими от этого состояния. Вот. Ну и, конечно, конечно, возможно, потребуется, ну, изменить какие-то вещи в своей жизни, вот, которые вы делали. Возможно, придется образ жизни поменять, возможно, придется подумать о средствах индивидуальной защиты, да. Ну, просто как, как атрибутах спокойствия, скажем так, такого, да. Чисто вот психологического слова. Вот. Это, конечно, ну, это, никто этого не исключает, да, условно говоря. Вот. Вот. Вот примерно так и можно восстановиться. Вот. Понятно, что вам, скорее всего, понадобится поддержка, поддержка психолога, поддержка ваших родных. Вот. Вам потребуется быть честным, если вы девочка с ними. Вот. Вам потребуется быть честным, если вы мужчина перед своими родными. Вот. Это очень важный, важный момент. То есть не бояться плакать, не бояться переживать, не бояться как-то, ну, проявлять себе свои эмоции, там, и так далее. Так. Потому что, чтобы найти себе силы, нужно сперва порегрессировать, собраться с именем. Это называется откат. Такой небольшой. Вот. А на этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.